Ну что, приветствую вас, мои дорогие зрители. Попробую себя в качестве влогера. В этот раз по работе меня занесло в солнечный Таджикистан. Вот так это все выглядит на фоне. И сразу начнем с прелести этого города. Сейчас мне надо будет перейти вот на ту сторону дороги, в магазин, который торгует джинсами. Тут есть завод, называется продукция Каррера. Сейчас покажу вам, как здесь выглядит переход. И что, вот нам надо туда на ту сторону, вот выход там и пойдем вот сюда. Смотрите, какая красота. Здесь кто-то стоял посмак. Как же тут прикольно сочетается дикий контраст того, что красивые здания и вот такие вот страшные переходы. Ну я так думаю, так не везде, наверное. Но, по крайней мере, здесь это выглядит и пить. Так, этот чудный подземный переход я миновал. Вот, нахожусь я в городе Худжан. Это проспект, по-моему, Исмаила Самани, как-то так он называется. Вот, сейчас зайду в магазин, если он открыт, покажу вам, какие здесь цены на продукцию из местного хлопка. Вот, здесь есть завод по производству джинсов. Также в этом видео постараюсь вам показать немножечко кадров из жизни простых таджикистанцев. Вот, какие тут цены на продукты, всякие вещи первой необходимости. Вот, и какие здесь тачки. Вот, и сразу небольшой спойлер. Здесь праворульные машины запрещены. Поэтому здесь я вам их, наверное, не покажу. Они здесь есть в остатке со старых лет, которые только остались. Сейчас сюда ввозить продукты, мимо, вообще не запрещено. Вот, но зато здесь много разноглазных автомобилей с левым рулем. Позже вам покажу. Ну что, немного из приятного. В Таджикистане местный хлопок. Очень по приемлемой цене. Вот, я сейчас зашел себе, купил четверо брюк. Ну, джинсы, брюки, две рубахи, две майки пола. Обычную одну футболку. И три пары носков. И это все вышло на тысячу семь самоней. Ну, по курсу там, сами посмотрите. Я менял по курсу. Ну, грубо говоря, это где-то 8-700 на наши российские деньги. Вот, качество достаточно интересное. И брюки Carrera бренда они поставляют в Италию отсюда. Вот, так что тут в этом плане приятно. В других моментах, здесь, кстати, есть не очень так интересный момент. То, что у них многие продукты ежедневного потребления стоят дороже, чем в России. Вот, всякую, допустим, пену для бритья или еще что-то. Вот, если ты захочешь здесь купить, то она будет стоить столько же, как и в Москве и ее окрестностях. Вот, поэтому есть, так сказать, вещи, которыми можно отсюда затариться, когда полетите домой. Вот, а так лучше берите с собой мыльно-рыльное и все остальное покупайте, потому что, ну, когда летите из России сюда, сразу берите все с собой, чтобы потом здесь не разочаровываться в ценах. Вот, потом еще, сейчас дальше подсниму немножко про машины. Итак, вот я уже почти добрался до своей гостиницы, я живу в отеле Сагдион, вот здесь. Хорошо, пока шел по дороге, зашел на рынок, купил две самсушки с мясом, одну с зеленью, за это отдал 11 самманий, что, в общем-то, примерно 100 рублей на наши деньги. В общем, вот такие тут ценники на пирожочки с мясом и зеленью. Вот, хотел пару слов сказать про отель, вот, компания, на которой я сейчас работаю, сняла мне вот такой отель, номер в отеле. Он обошелся на наши деньги примерно в 4100-4200, вот, но он даже близко не стоит этих денег, то есть цена здесь на этот отель очень высокая, вот, и в отеле там так себе, короче. Ну, две кровати у меня, холодильничек, стол там туда-сюда, вот, в общем, как бы жить можно, но когда ты заходишь в ванную комнату и видишь отверстие от старых закрепленных мыльниц, еще какую-то фигню, все криво подмазано, ты понимаешь, что это вообще не то. Не за те деньги, так скажем, да, ты, ну, ждешь здесь, в Таджикистане за такие суммы, тем более это не в столице, вот, так сказать, в северной столице здешней, вот, и ждешь маленько другого, вот. Вот, завтраки достаточно скудненькие, вот, из блюд таких две каши молочных, яйца, сосиски, вареные и жареные яйца, соответственно, что-то еще там, какие-то вкусняшки, кофе, водичка, шиповниковый, скорее всего, я так понимаю, напиток, что-то еще, ну, то есть, очень скромненько за эти деньги. Вот, сейчас пойду, поднимусь в номер, скину вот этот вот балласт из магазина и пойдем еще прогуляемся, под сниму вам покажу еще интересных видов. Итак, я решил показать, что я там прикупил в том магазине, в котором продается бренд Каррера, еще какая-то местный хлопок, вот, ну, и, в принципе, я так понимаю, и привозной тоже. И вот, смотрите, вот такие носочки, допустим, стоят 5 самони, вот эти 11 самони, вот это 5 самони. Вот такая рубаха обошлась в 90 самони, это, по-моему, столько же стоит, 100 самони, грубо говоря, это 870 рублей примерно, да, соответственно, грубо говоря, вот это стоит меньше чуть-чуть, чем 800 рублей. Потом, вот эти брюки 130 самони, эти джинсы, не помню, что-то такое, 140-150, вот эти, по-моему, 150, вот эти 140 самони. Соответственно, вот такие еще белые брючки светленькие за 120 самони. Вот, белая футболка из хорошего хлопка, 85 самони. Вот такая пола с воротничком, с клепочками, обошлась в 100 самони, то есть, вот это, грубо говоря, 870-850 рублей где-то стоит. Вот таких вот себе ништячков поднабрал. И сейчас вам, кстати, покажу, тут на улице идет какой-то лютый движняк, я так понимаю, у них сегодня там всякие праздники, свадьбы, еще что-то происходит. Вот, вот такой вид с балкона моего отеля. И вот там происходит какой-то движняк, поди какая-нибудь свадьба или еще что-нибудь подобного плана. И вот эти кренделя мне сегодня утром спать мешали, кто-то, видать, что-то репетировал, какие-то вот такие же дудки дудели сегодня утром, прям рано. Вот такой вот вид, вид достаточно симпатичный. Единственное, горы здесь такие лысые, без растительности. Я тут посмотрел на себя на предыдущих кадрах со своей утренней небритостью, я что-то пытался побриться, но пока, блин, всякими хлопотами занялся. Короче, решил так убежать, по городу пробежаться. Сейчас побрился, надеюсь, вам так больше понравится. Сейчас покажу вам небольшой еще моментик, что меня повеселило в отеле. Сохожу я в номер, и здесь на полочке лежат вот такие вот чудные подкрадули. Я сначала подумал, нифига себе, это что такие одноразовые тапки у них. Но потом, как выяснилось, это не одноразовые тапки, ты ими можешь попользоваться. Потом оставляешь, они их стирают и, соответственно, также пакетик сюда кладут. Хотел себе посмотреть, кроссовки какие-нибудь купить. У них здесь представлены китайские бренды Leaning и Pemax, по-моему, называется. В общем, посмотрел на них цены. Кроссовки где-то колеблются, грубо говоря, от 3 700 до почти 9 тысяч рублей. Посмотрел, сколько они стоят в Москве. Вот, и в Москве они оказались дешевле. Так что, с кроссовками. И настало время рассказать вам про местные автомобили. Здесь огромное количество марки Opel. Автомобилей. Сейчас я вам там дальше где-нибудь на парковке покажу. Очень много автомобилей. Ну, вот опять же, Opel, соответственно, вот Toyota. Старых Мерседесов вот таких вот очень много. Как я понимаю, им здесь удобнее эксплуатировать атмосферные двигателя. Вот. Opel здесь много, видимо, из-за того, что все-таки это европейский автомобиль. Типа уже что-то поинтереснее, но при этом он бюджетный. И очень много автомобилей с большим пробегом. Вот, и стареньких, потому что они дешевле. Вот, страна не настолько богатая. Хотя, если здесь вот пройтись где-нибудь по центру города, вы можете увидеть много дорогих автомобилей. Типа современных BMW, Mercedes и такого прочего. Вот. Но здесь очень много и вот таких вот старых Меринов, старых BMW и прочего-прочего. Вот. И очень много Opel. То есть на каждом углу, на каждой парковке вы найдете вот Opel, еще Opel. Вот. Очень много таких машинок. Вот еще Opel. В принципе, конечно, в таких местах, где где-то богатые люди тусуются, вы можете увидеть всякие Lexus, еще всякие тачки. А если чуть отъехать подальше, соответственно, вы будете видеть только вот такие вот старые Мерины, всякие Opel и прочие машинки. Не знаю, как они тут сопоставляют свою зарплату с тем, что покупают. Я думаю, что все-таки стараются взять тачку побогаче, для того, чтобы выглядеть посолидней. То есть пытаются вкладываться. И здесь, в принципе, сейчас много китайских автомобилей на глаза попадается, электрических. Вот. BID, например. То есть, в принципе, сюда все возится. Кстати, тачки сюда они возят, как с Америки, Европы. Также, говорят, с Южной Кореи сюда возят. Вот. Ну и с Китая, соответственно, здесь граница с Китаем. Здесь очень много всего китайского. Вот. По электрике у них много китайского. Начиная с автоматических выключателей. Вот. Кстати, с Ирана здесь видел некоторую продукцию. Шампунь, например, в магазине из Ирана. Вот. Также здесь есть по электротоварам что-то из Ирана. Я, например, себе на память купил патрон с цоколем Е27. Производство Ирана за три с чем-то самони. В продолжение автомобильной тематики. Пару слов еще про стоимость топлива. Вот. Топливо у них здесь дороже, чем в России. Потому что, как я понимаю, оно везется сюда, ну, насколько местные мне сказали, из России. Поэтому здесь 95-й бензин стоит, ну, прям серьезно дороже, чем у нас. Вот. Он у них стоит в районе 10-ти самони. То есть это почти там чуть ли не под 90 рублей. Вот. За литр бензина 95-го. Вот такая вот у них история. Дизель, соответственно, чуть-чуть дороже, чем 95-й бензин. Вот. Ценники, короче, нифига не гуманные. Сотый бензин мне на глаза не попадался. Хотя, наверное, он тут есть. Вот. Ну, и, соответственно, у него ценник, наверное, будет вообще космос. Там далеко за 100 рублей. Вот. Заправки, кстати, мне здесь попадалось. Газпром нефть заправка. Еще какие-то несколько заправок. Вот прям на российский похожи. Один в один. Я так понимаю, некоторые бренды прям напрямую здесь представлены. Вот так выглядит парк возле моего отеля. Все достаточно красиво. Ухожено. Так вот на первый взгляд. И можно подумать, почему люди из Таджикистана едут в Россию, вот, чтобы зарабатывать деньги. Тут же так у них, в принципе, все достаточно прикольно. Вот. А едут они в Россию, потому что у них здесь цены достаточно высокие, а зарплаты низкие. И поэтому для них проще поехать к нам на заработки, для многих из них. Вот. Ну, я думаю, наверное, в основном это касается населения из каких-нибудь деревень, вот, где зарплата очень низкая, поэтому им проще поехать в Россию. Кстати, интересный момент заключается в том, что иногда я здесь, когда хожу по городу, захожу на какой-то магазин, беру какие-то товары, ставлю на кассу и со мной пытаются заговорить по-таджикски. А когда ты говоришь, здравствуйте по-русски, вот, они перестраиваются и начинают говорить по-русски. Ну, и, конечно, кто-то сразу видит, что ты русский, как бы это тяжело скрыть, да? Вот. Но и, в принципе, они с тобой разговаривают по-русски. Вот. Достаточно хорошо, гостеприимно и вежливо относятся, вот, нормально общаются. Конечно, были у меня тут пару приколов, боберушек какая-то ко мне приставала местная, вот, мужского вида. Вот. И один раз молодежь в спортивном магазине одежды что-то пыталась подшутить, понадурить меня со стоимостью товара. Вот. А так, в принципе, народ весьма доброжелательный, приветливый. Вот. И понимая, что ты из России русский, и местный язык, соответственно, ты не понимаешь, они будут с тобой разговаривать по-русски. Вот. Сколько у них это получится. И у многих русский язык на достаточно хорошем уровне, достаточно чисто, хорошо разговаривают, потому что многие из них бывали в России или вырослые. Выросли даже в России, учились в России. Вот. И в таком духе. То есть, в принципе, здесь общаться комфортно, каких-то языковых проблем не возникает. Вот. Как-то так. Здесь, кстати, достаточно приятные цены в ресторанчиках. Если зайти в ресторан, допустим, вот, салат «Цезарь с курицей», здесь вот в центре, вот, обошелся мне всего лишь в 25 с Амони. Вот. Это блюдо, где там мясо с чем-то там лапшой, какой-то там зеленью, овощами. Вот. Обошлось то, что с 30 с чем-то в Амони. То есть, в принципе, сходить здесь поужинать в ресторан достаточно приемлемо, комфортно. Вот. Можно, в принципе, не заморачиваться тем, что кушать дошираки, вот, из магазина. А проще зайти куда-нибудь в какую-нибудь кафешку, там, дорогую или недорогую. Вот. И покушать, сидя спокойно за столом нормальную свежеприготовленную еду. Продолжая разговор там про то, что здесь покупать, не покупать, здесь очень много в магазинах российских продуктов на полках. Вот. Вот. Например, продукция МАКФА представлена здесь, бренд Яшкина, там еще что-то. И очень, ну, так заходишь в магазин, та же газировка Черноголовка здесь есть. Вот. Но понятно, что здесь ценники на это на все будут выше, потому что это еще из России. Пока привезли сюда, пока растаможили, стало стоить дороже. Вот. Поэтому, я думаю, в этом плане вы удивитесь, сколько здесь это стоит. Допустим, шарики Несквик, детский завтрак, стоит за упаковку в 450 грамм. Что-то, по-моему, то ли 500, то ли 600 рублей на наши деньги в пересчете. Вот. И я видел, как дети подходят к витрине, где вот стоят эти сухие завтраки. Вот. Посмотрят, пооблизываются и отходят. Потому что, ну, по местным меркам этот ценник прям серьезный. Достаточно дорого получается. Вот, кстати, идем по другой улочке этого парка. Сейчас пойду чего-нибудь поужинаю, а то как-то на одной из там все не особо весело жить. Надо съесть что-нибудь другое. Какой-нибудь салатик или что-нибудь жиденькое. Про мои спортивные заморочки. Вот. Я же люблю всегда тренироваться через день. Там турнички, штанги, всякое такое. Вот. Здесь в отеле есть небольшой тренировочный зальчик внизу. Ну, такой чисто символический. Вот. Кто-то мне говорил, что здесь разовая тренировка в спортзале стоит в районе 10 Самони. Что, в общем, на наши деньги, грубо говоря, 87 рублей. Вот. Не знаю, как бы, насколько это на все залы распространяется или какие-то есть залы здесь более дорогие. Вот. Про спортивное питание поинтересовался. Говорят, что оно здесь в основном турецкое, либо какое-то европейско-американское. Вот. Поговорил насчет цен. Вроде как, получается, что здесь это стоит дороже, чем в России. Вот. Ну, я ориентировался на цены, те, что можно взять на маркетплейсе. Вот. Наших российских производителей спортпита. Таких, например, как Ватнутришин. Питерского. Я вот как-то его брал продукцию. Грубо говоря, есть. С чем сравнить по цене. Вот такая вот история. И плюс еще пытался тут найти турнички. Грубо говоря, у нас в России, если ты в какой-то парк заходишь, там можно где-то увидеть турники. Но здесь я прогулялся по парку, нигде их не увидел. Ходил на ту сторону, в район стадиона. Тоже вот так вот, когда бегло проходишь, на глаза особо не попадается. Но когда я зашел здесь в местный дворик, между многоэтажек, то, в принципе, нашел турники Бруссия и один вечер там потренировался на турничках. Построили какой-то большой крутой музей. Вот за вот этой вот стеной. Но пока еще туда, так я понимаю, видимо, вход еще закрыт. Вот. Я в прошлый раз прогуливался, и там в одном из таких мест, где есть дверь деревянная, вовнутрь было приоткрыто окошечко. Вот. И там было видно внутреннее убранство. Внутри очень красиво. Я так понимаю, там какая-то старая крепость внутри находится. Вот. И там все облагородили, очень красиво выглядит. Что еще тут меня поразило из повседневного, так скажем, это стоимость тут на сегодняшний день. Здесь всяких апельсинов, яблок, там, лимонов и прочего. Вот. Правда, это цены сейчас я вам назову не базарные, а вот те, которые есть в магазине. Допустим, помидоры здесь стоят, типа вот азербайджанских розовых, они стоят дороже 300 рублей. Это от 300 до 400 рублей за килограмм. Лимоны, это где-то под 180 рублей за килограмм. Вот. И что меня вообще окончательно убило, это апельсины. Апельсины и яблоки по 250 рублей. Когда апельсины в Москве и где-нибудь в магазине магнит стоят рублей 90 за килограмм. Вот. Яблоки там красные такие, которые здесь 250, у нас стоят 150. Вот. Так что, представляете, как грустно в этом плане. Понятно, когда что у них начнутся местные всякие продукты, пойдут свои фрукты, овощи, то у них цена будет совсем другая. Ну вот, на дворе получается конец апреля. Ну вот, пока этого здесь всего нет. Потом еще пару слов про сухофрукты и орешки. Казалось бы, да, мы находимся в таком месте на востоке, что тут должны быть все это в доступе и по хорошей цене. Но это не так. Здесь, допустим, фисташки. Вот в магазине, если брать, опять же, цену от 1000 до 2000 рублей за килограмм жареных фисташек. Вот. Потом какие-то там еще вот эти сухофрукты, ценники. Вот нифига не меньше, чем где-нибудь на базаре в Москве и Подмосковье. Вот. Что, не знаю, для меня почему-то это было удивительно. То есть я думал, что здесь это все должно стоить дешевле. Потом я еще побываю на местном базаре. Сегодня уже поздно. Сейчас в районе, по-моему, 6 часов вечера. Вот. На базар уже суваться смысла нет. Потом посмотрю, какие там цены на различные продукты. Я сегодня там немножко мельком пробегал. Цены не спрашиваю. Вот так примерно краешку пробежал, посмотрел. Вот. Завтра постараюсь туда вернуться. Ну и конкретно уже проникнуться, что там да как. Сегодня поужинать зашел в ресторан Golden Fish. Вот. У него выглядит это вот так на улице. Такие вот беседочки. Вот. Я сейчас присел вот сюда, заказал. Сейчас вам понемножку покажу менюшку, чтобы вы представляли, какие здесь цены. И потом покажу то, что заказал, как это выглядит. Я пролистаю достаточно быстро менюшку. Если вам кому-то интересно на чем-то остановиться, нажмите на паузу. Звучит музыка. Звучит музыка. Итак, сегодня у меня на ужин будет салат зеленый. За 18 савони зеленый чай. За 4 савони лепешку. Что-то не спросил, сколько она стоит. Вот такая лепешечка. И вот. И еще потом принесут второе блюдо. Подоспело уже и второе блюдо. Называется котлета с овощами и сыром. Стоимость 38 савони. В одном из следующих видео я вам обещался рассказать историю Егора, который заказывал себе Гольфа через Японию Транзит. И которому насчитали очень сильную, большую лишнюю сумму. В итоге машину ему отправили из Владивостока до него и вернули ему эквивалент 160 тысяч иен в рублях. Соответственно, это в районе 90 тысяч рублей. Соответственно, одного человека мы спасли. Эмиссия увенчалась успехом. На сегодняшний день ко мне еще один человек обратился с такой же проблемой. Взял машину в Японии Транзит. На сегодняшний день она едет из Японии в Россию. И, соответственно, попросил тоже помочь ему. Вот смотрите, не попадайтесь в такие движухи. Потому что выручать достаточно сложно будет. И с каждым разом, я думаю, все это будет делать сложнее. Потому что Япония Транзит не захочет терять такие шальные бабки с каждого человека, которые они, в общем-то, стригут люто. Вот. И хотел бы вам сказать, что обращайтесь к проверенным людям, которые работают за нормальный адекватный ценник, не берут ничего лишнего. На сегодняшний день я продолжаю свое сотрудничество с From Japan with Love. Вот. Соответственно, обращайтесь к парням. Вот. Не забывайте говорить, что вы пришли от меня. Вот. Соответственно, чтобы они знали, что наша, так сказать, реклама работает. Вот. И удачных вам покупок. Вот. На сегодняшний день, наверное, не знаю, уже десятка-полтора-два, наверное, человек уже точно, наверное, купили. Те, кто смотрели меня и, так сказать, по моей рекомендации обратились, купили свои машины. Кстати, не стесняйтесь, кто уже купил. И кому все понравилось, напишите об этом в комментариях. Вот. Я постараюсь сразу какие-нибудь, может быть, розыгрыши сделать в ближайшее время или еще какие-нибудь интересные штуки. Допустим, кто обратился от меня к ним, вот, сделать вам либо бесплатную пробивку по ВИН-номеру автомобиля, может быть, подогнать классные турецкие фильтры, которые для ВАГа являются оригиналом. Или еще что-нибудь интересное сделать. Может, даже более что-то масштабное. Вот. И еще немножко для вас информации. Вот. Я подсниму, наверное, в ближайшее время отдельное видео про то, как выставил на продажу свой Volkswagen Tiguan. Вот. Тот, что был в моих видео. Вот. Я его выставил за 2,2 миллиона рублей на автору. На других площадках не публиковал. И начал потихоньку сбавлять цену, смотреть, как народ прореагирует на данное объявление. Вот. Активных звонков пока мало. Просмотров там достаточно много. Вот. Люди добавляют в избранное. Там, что-то, по-моему, около 17 человек. И потихоньку я цену сбавляю. Смотрю на их реакцию. Потом попробую еще отогнать свой Tiguan в CarPrice. И посмотреть, какую цену там за него могут дать. Вот. И вообще, в принципе, будут ли они рассматривать праворульного немца себе на аукцион, так называемых. И вы подумайте, что я их рекламирую. CarPrice по мне, так это просто обычные тоже перекупы, которые стараются заработать свои баллы. Но я однажды им раздавал свою разбитую «Ладу Гранту» аварийную. Вот. И, в принципе, в тот момент мне они понравились. Какой ценник они мне за него дали. Но не думаю, что они дадут какой-то хороший ценник за Tiguan. Но ради интереса постараюсь, наверное, снять такое видео по возвращению в Москву. Вот. Так что постараюсь небольшой такой контентик сделать, как потом продавать, грубо говоря, праворульного немца в Москве. Ну все. Удачных вам покупок автомобилей из Японии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok